Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости в студии Ирины Мигунова. Сегодня в выпуске. Нарушение правил парковки в Уссурийске эвакуируют автотранспорт. Зармиться на плацу. Уссурийские школьники соревновались в строевой подготовке. Общественный контроль. Народные наблюдатели проверили строительство объектов конкурса «Твой проект». Фотовыставка в музее. Особенная тема объединила детей участников СВО. Тигры на татане. Уссурийские каратисты привезли 12 медалей всероссийского турнира. Мастер спорта России. Заветный норматив выполнила тренер Валерия Петренко. Припарковался в неположенном месте. Будь готов искать автомобиль. В Уссурийске эвакуируют автотранспорт. Тот, что оставляют в неположенном месте. Ольга Муравьева с оператором составили компанию сотрудникам ГАИ в рейде. Как беспечность может стать источником проблем? Если вы видите вот такой дорожный знак. Снизу, который продублирован желтой линией разметки, не стоит здесь оставлять свой автомобиль. Рискнуть, конечно, можно. Но имейте шанс, вернувшись, не обнаружить его здесь. Примерно как в этом случае. Стражи порядка на дорогах не дремлют и регулярно устраивают рейды по выявлению нарушителей. Разговор на Октябрьской короткий. Вернее, его совсем нет. Транспорт пустой. Хонда громко протестует звуком сигнализации, но покоряется неизбежному. Путь на стоянку временного задержанного транспорта. К моменту выгрузки машины подоспела и хозяйка. Благо, говорит, кто-то подсказал, что машину увез эвакуатор. Но от этого немногим легче. Ведь все денежные затраты ложатся на плечи нарушителя правил дорожного движения. Еще и в госавтоинспекции нужно получить разрешение, чтобы забрать автомобиль. А это другая часть города. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства в зоне действия дорожного знака 327 влечет за собой наложение административного штрафа на водителя в соответствии со статьей 12.19 кодекса об административных правонарушениях. Штраф невеликий, всего 500 рублей. А вот стоимость самой стоянки и работы эвакуатора выльются в приличную сумму. За подъем, спуск и доставку легкового авто выйдет почти 2300. Плюс 35 рублей за каждый час самой стоянки. Габаритные автомобили выйдут гораздо дороже. В городе имеется множество парковок бесплатных в районе знаков, которые запрещают остановку парковку. Ближайший пример – это стоянка на Ленина, напротив администрации. На этой парковке в суток можно беспрепятственно приехать и оставить свой автомобиль. Но, вероятно, спешка или лень заставляют автомобилистов нарушать. Для нашего города норма парковаться там, где удобно, невзирая на знаки и правила. Становится нормой и раскошеливаться в таком случае. В день на стоянку временно задержанного транспорта доставляют до 10 автомобилей. Проблемные зоны, которые оснастили знаками и разметкой, практически все в центре Уссуриска, где припаркованный транспорт всегда создает сложности в движении. Это улицы Некрасова, Ленина, Краснознаменная, Октябрьская. Также под пристальным вниманием специалистов район железнодорожного вокзала. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Индивидуальную строевую подготовку, а также навыки движения в шеренгах и колоннах показали участники военно-спортивной игры «Зарница». Армейские экзерциции школьники муштровали на занятиях по начальной военной подготовке. Отдельным зачетом прошло исполнение мальчишками и девчонками строевых песен. Евгений Михайлов продолжит. Барабанный бой дал старт четвертому этапу военно-спортивной игры «Зарница». На плацу воинской части школьники со всего округа встретились, чтобы показать, что с дисциплиной и сплоченностью в их коллективах полный порядок. И лучший способ проверки, чем строевая подготовка, наверное, не существует. Кому армейская муштра, а для кого военные экзерциции, о важности которых для достижения победы говорил еще русский генералиссимус Александр Васильевич Суворов. Мы гордимся, что на территории Уссурийского городского округа сохраняются традиции. И сегодня, 26-й раз, мы с вами покажем, насколько мы чтим память наших прадедов и дедов. Любите свою родину. Родина начинается с семьи и с ваших старших. Принимая участие в этой игре, вы показываете готовность стать на защиту нашего Отечества. Индивидуальная подготовка каждого ученика тоже попала в прицел внимания жюри. Эффектно прозвучали и строевые песни. Их ведь не поют, а кричат. Мальчишки и девчонки показали, что школьные занятия по начальной военной подготовке не пропускали. С крепостью голосовых связок и четкостью шагов в едином ритме у юных жителей округа также не было проблем. Паруся, молчи без слезы льет, а трусти, маши душа льет. Кап-кап-кап! Военно-патриотическое занятие с детьми проводится ежедневно, еженедельно. Каждый школьник в каждой школе и в нашей школе мы чувствуем эту заботу наших преподавателей и, естественно, мы гордимся нашими всеми учениками. Молодцы ребята! Всего в командном состязании участвовали 630 школьников. В итоге по результатам всех этапов сильнейшими стали воспитанники команды «Фарпост» села Пусыловки и ученики 29-й гимназии «Уссурийска». Второе место поделили между собой мальчишки и девчонки 11-й школы и села Каменушки. Третье место досталось команде 25-й школы и села Роковки. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс. Воркаут-комплекс, новые уличные тренажеры и рукоход. И это помимо благоустроенного сквера. Общественные наблюдатели проверили, как идут работы у 25-й школы. Территория стала победителем в конкурсе «Твой проект». Куда еще направились народные контролеры, знает Диана Мазур. Вскоре в центре Уссурийска появится новая благоустроенная территория благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Сквер на улице Плеханово в прошлом году стал лидером народного голосования. Общественные наблюдатели встретились с подрядчиками и обсудили планы предстоящих работ. По участку разобрались, да, чья земля? А земля была? У нас вся была передана в пользование предпринимателям. А на сегодняшний день мы ее забираем себе. И здесь в планах сделать небольшую аллею в честь погибших детей Донбасса. Преображение бульвара начнется с замены брусчатки, установки новых лавочек и урн, обустройства детских площадок. После на территории появятся зеленые насаждения. Все работы планируют завершить 30 августа. «Конечно же будет высадка нового зеленения. Разработан прекрасный проект, план. И разработчики у нас не просто обычные люди, а люди, которые знают, где что посадить и какой цветок за каким должен быть расцвести». Далее комиссия направилась на следующий объект – к 25-й школе. Здесь в прошлом году по результатам народного голосования конкурса «Твой проект» появился новый сквер. Теперь же на территории планируется установить баскетбольную и волейбольную площадки. Воркаут-комплекс, новые уличные тренажеры и рукоход. Сейчас идут работы по уплоднению грунта и отсыпке места строительства скальником. «30% работы уже выполнено. Обещают, что чуть-чуть опоздают. Честно признались. Здесь в ходе работ было выявлено, что грунт не той фракции, на которую они рассчитывали. Им приходится дополнительно завозить сюда акул, трамбовать это дополнительные работы, которые, соответственно, растягивают срок. В 2023-м Минстрой России признал «Уссурийск» территорией с благоприятной и комфортной городской средой. Благодаря национальным программам с каждым годом преображается большое количество мест в округе. Диана Мазур, Роман Адонин, Телемикс. Впереди короткий рекламный блок. Оставайтесь с нами. Далее вы увидите. Фотовыставка в музее. Особенная тема объединила детей-участников СВО. Тигры на татаме. Уссурийские каратисты привезли 12 медалей с всероссийского турнира. Мастер спорта России. Заветный норматив выполнила тренер Валерия Петренко. Это вечерний выпуск программы Телемикс Новости. Идем дальше. Выставка «Поколение» открылась в городском музее. На снимках дети военнослужащих, участников СВО в форме своих отцов. Так родственники бойцов выражают поддержку нашим землякам, кто служит в зоне боевых действий. И воздают память тем, кто ценой жизни выполнил свой воинский долг. Тема данной выставки особенная. В музее Уссурийска в эти дни можно увидеть экспозицию фотографий детей в военной форме. Обмундирование мальчишкам и девчонкам явно не по размеру. Эти куртки, кителя, мундиры с боевыми наградами, их отцов, участников специальной военной операции. Вы просто не представляете, сколько у них эмоций, когда они одевают папине кителя. Я слышу, как мамы говорят своим детям, что папа-герой. Они одевают с этим чувством папа-герой. И вот это действительно подрастающее поколение, которое у нас сейчас в такое тяжелое время растет. Я думаю, что оно вырастет очень достойным. Есть на снимках и дети, папы которых уже не смогут увидеть, как здорово идет форма их дочкам и сыновьям. Солдаты и офицеры погибли в зоне боевых действий. И оттого настроиться на фотосессию для родственников оказалось делом непростым. Тяжело было собрать на фотосъемке, тяжело было держаться, чтобы не плакать. Это память о муже, о папе, чтобы сын помнил, гордился. Ну и так же самое, что я верю, что муж за нами наблюдает, и он гордится сыном, что мы его не забываем. И пытаемся всячески выковечить его память. Всего на выставке вниманию зрителя представлены 25 фотографий. Посетить экспозицию в городском музее сможет любой желающий. До 1 июня. Вход бесплатный. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс. Уссурийские каратисты завоевали 12 призовых мест на всероссийском турнире в городе Кемерово. Соревнования позволили многим спортсменам повысить свой разряд и вернуться домой в новом амплуа. Мы побывали на тренировке, ребята узнали подробности успеха. Эта группа спортсменов-каратистов отрабатывает в тысячный раз известные удары и знает, что только настырность, стойкость и постоянные тренировки могут привести к успеху на соревнованиях, особенно на крупных, всероссийских. Ну и, конечно, многие спортсмены, они уже с опаской относятся к нашим. Вот, говорят, вот у сурийцев, если мы первые разы ездили, то, конечно, там вплоть до того, что не знали спортсмены, знали, что тигры выходят на дороги, а то, что вот такие сильные спортсмены, сейчас практически по всем категориям мы составляем хорошую конкуренцию. Ну и сами тренеры знают и настраиваются их спортсменов, как работать. Теперь тигры выходят на татами. Теперь тигры на татами, да. И тигры вышли на татами соревнований «Престиж Кузбасса» в Кемерове. 20 усурийцев в составе сборной края сумели завоевать 12 медалей. А ведь конкуренция сумасшедшая – 1100 участников из 22 регионов России. Особенно приятно, когда в одной из категорий в финал вышли оба наших парня – Ростислав Лукьяненко и Богдан Туркин. Оба спортсмена провели перед этим по четыре боя. В итоге у Ростислава золото, у Богдана серебро. Чувствую, что в этот момент как-то гордость за свой клуб, когда встречаются два спортсмена. И так же настраиваешься, как и на обычный поединок. Я хочу победить и стать золотым призером в всероссийских соревнованиях, а в дальнейшем первенство России. Илья Шишкин в этой же категории 14-15 лет уступил в борьбе за выход в финал. Но блестяще провел поединок за бронзу. Счет постоянно менялся, но в конце боя Илья смог на последних секундах нанести красивый удар, который и решил исход боя. Я провел пять поединков, получается. Четыре выиграл, один проиграл. Ну, получается, было очень трудно. Ну, я как бы не сильно доволен своим поединком. Сейчас я завоевал бронзовую медаль. Это мой максимальный результат. А сейчас моя цель – стать чемпионом. В категории 10-11 лет золотую медаль завоевал Роман Цибульский, который уверенно провел пять поединков и во всех одержал победу. Со мной выходили довольно рослые ребята, но я смог их победить. Провел всего пять поединков с финалом. В финале я встретился с соперником из Алтая – Гапонов Игор. Он был довольно среднячок. Сначала я проигрывал 1-0 в счете, но потом смог отыграться и выигрывал 5-3, придерживаясь тактики на проваливании. В индивидуальном ката золотую медаль заработал Захар Пономарчук. Бронза у Сергея Гапоненко. В командном ката наши ребята взяли золото в категории 10-11 лет и 14-17. Но самая престижная награда у Валерии Петренко. Спортсменка и тренер выполнила норматив мастера спорта России. Но о ней мы расскажем отдельно. Валерия Петренко – тренер по каратэ, учитель физкультуры 8-й школы, воспитанница Уссурийской спортивной школы, стала мастером спорта России. Сегодня Лере исполняется 24 года и в день ее рождения мы расскажем городу о замечательной девушке и ее пути на российский пьедестал. В спортзале 8-й школы Уссурийска едва хватает места всем каратистам сахпоселка, а сейчас записаться в секцию стало еще больше причин. Тренер Валерия Аркадьевна стала мастером спорта России. В свои 24 года девушка добилась цели, о которой мечтала очень давно, еще в раннем детстве. Когда я была младше, то мне было намного труднее справиться с тем, что там другие спортсмены, у них другая подготовка. Как бы такое ощущение, что инопланетяне какие-то там. А сейчас я себя настроила так, что все хорошо, это те же самые девочки, они так же занимаются, как я. И поехала и добилась как бы своей цели. И руку забирай. Ударил и руку к себе. Еще до звания мастера спорта Валерия стала тренером. Прямо сейчас заканчивает университет, преподает физкультуру детям, ведет занятия в спортивной школе. Но не хватало в карьере наивысшей точки. Хотя девушка совсем не сразу поняла, что хочет навсегда связать свою жизнь со спортом. Было время, когда я уходила с каратэ, со спорта. Я очень много где работала. Как это было классно в спорте. И ты на самом деле никогда об этом не забываешь. То есть ты где-то работаешь, чем ты занимаешься, но спорт он всегда в твоем сердце остается. И в один прекрасный момент я решила, я вернусь потренироваться. И все, Ирина Викторовна увидела, что у меня глаза опять загорелись и выдернула меня обратно. Сич. Аня жестче. Выпад. Хорошо руку вытянула. Задняя ножка на носок. Ирина Лукьянец, тренер Валерии, сама мастер спорта России. Почти 20 лет в преподавании. Но теперь уже делит зал со своей ученицей. На равных правах, в партнерстве и взаимопомощи. Это, конечно, неимоверный восторг, гордость, в первую очередь за нее. Потому что она прошла уже очень такой тернистый путь, стала тренером. И я прекрасно понимаю, насколько тяжело ей далась подготовка. Потому что, конечно, уже не так много времени хватает на занятия с собой. Но она умничка, она находила время, приходила на тренировки ко мне, мы готовились. Звание мастера спорта России Валерия получила на всероссийских соревнованиях престиж Кузбасса в Кемерове. Завоевала серебро, что позволило выполнить заветный норматив. Но выдыхать некогда. Теперь жизнь целиком наполнена этими верными глазками птенцов. Двигайся. Ты что, боксер? Что у тебя рука сверху вторая? Живот защищаем. Идь. Сложно, на самом деле, совмещать. И их тренировать, и себя тренировать. Поэтому, я думаю, в следующем году уже, как сейчас учеба закончится у меня, буду больше на детей делать акцент, чем на себя. То есть, мастера спорта выполнила, можно уже полностью в тренерскую работу вкладываться. Валерия Петренко – еще один мастер спорта России, которым гордится Уссуриск. Спортивная школа, федерация карате, коллеги и воспитанники. Ну и, конечно же, мы – Ирина Мигунова и Роман Адонин. Телемикс. Пока это все новости. Еще больше информации ищите в наших социальных сетях. А этим вечером с вами была Ирина Мигунова. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok